я давно не появлялся и уже некоторые люди спрашивают почему объясняю я заключил договор с девушкой она там делает преобразование на моем канале и просила просто не публиковать какое-то время видео вот все проблемы в связи с этим ну и сейчас у меня идет переосмысление каких-то стратегий и так далее вот но это пауза прошла и сейчас я хочу рассказать интереснейшая вещь которая произошла в пятницу 13 это просто было какое-то наваждение у меня пропали акции со счета и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий я внимательно продолжаю смотреть за следить за новостями что происходит и вижу сообщение что компания pfizer выходит на финальную стадию производства вакцины то есть там проверена эффективность все дела я такой думаю ну все классно и тут рынок растет бешено я думаю но потираю руки думаю наверно у меня неплохая прибыль от на фондовом рынке потому что у меня есть я помню компания акции компании pfizer и прочее думаю интересно посмотреть а насколько же они выросли и я захожу в квик на санкт-петербургскую биржу где у меня куплены акции pfizer смотрю а их нет нету акции компании pfizer я такой думаю еще такой как я пересматриваю такой нету я еще раз пересматриваю нету что-то вот и думаю вроде не продавал и начинаю думать что же случилось как же это произошло как могло произойти так что акции исчезли просто исчезли с брокерского счета я же хорошо помню что они были и значит но первая моя мысль возникла думаю так куда они могли одеться и но я всегда склонен считать что во всех проблемах своих виноват я сам поэтому я думаю так юра пора задуматься наверное у тебя начинаются возрастные изменения старческий маразм ты наверное их продал но не помнишь как вспоминаю думаю нет вроде не продавал потом думаю так хорошо соберись соберись юра так хорошо так сказать ты еще не совсем такой вот вот может быть я они у меня были так ну как бы они упали ткать долгое время там снизу находились и я думаю может быть я когда-то давным давно поставил стоп заявку на продажу и забыл про нее и она сработала внезапно я захожу в таблицу стоп заявок смотрю нет думаю ну может быть она сработала не вчера потому что они там сохраняются в клике за последний день а потом кстати когда вы ставите стоп заявку очень вам рекомендую искать иногда заходить на таблицу стоп заявок посмотреть вдруг у вас есть забытый стоп заявки это бывает вот думаю так дай-ка я посмотрю но вроде не продавал дай-ка я посмотрю все-таки брокерский отчет скачаю за последний месяц ну не помню я как ее продал не помню а помню что она была точно совершенно эти акции вот да и кстати деньги куда-то исчезли в количестве примерно 200 долларов со счета тоже как-то ту-ду-ду-ду-ду блин я ожидал роста они исчезли и вот что я обнаружил дальше вообще искать удивительные вещи здесь дальше было еще интереснее смотрите я скачиваю брокерский отчет формирую за месяц и тут у меня тихо шифером шурша крыша едет не спеша я смотрю на этот брокерский отчет и вижу что у меня на первом месте сити банк на втором месте джи пи морган чейс банк я их никогда не брал то есть как бы вообще даже не думал и дальше смотрю тра-та-та пфайцер есть есть компания пфайцер у меня я смотрю вот они пять акций смотрю это на начало периода смотрю на конец периода вот они акции пфайцер есть то есть на конец периода плановый остаток 5 вот они у меня и как раз 200 долларов я открываю квик нету и тут я уже все-таки думал блин кто-то из нас врет дальше я начинаю так юра соберись что такое свечка какой-то вот ну мистика понимаете пятница 13 и вот такое значит появляются какие-то акции сити банка джи пи моргана и внезапно оказывается что пфайцер есть никакого сити банка и джи пи моргана в клике нету я думаю так юра соберись давай посмотрим внимательно я смотрю внимательно акции сити банка и вижу что это адр на начало периода 20 штук и тут написано ттм с а да еще когда я посмотрел вот сюда здесь исчезли еще акции тинькова и тата motors так вот когда я увидел я присмотрелся внимательно сити банк я вижу что сити банк на самом деле это ттм спб и тип цент на ценной бумаги а д.р. ну я понял что ттм спб и то есть тата motors это расписки тата motors а индийская компания которая у меня исчезла в крике ну она просто в крике видно в виде тата motors а здесь она в виде в отчете виде долговых расписок хорошо и гдр естественно значит это джи пи морган честь банк написано тра тата тут tcs spb то есть этот тиньков кредитные системы это акции банка тиньков ну и тут же есть пфайцер то есть вроде бы встала все на свои места но вопрос у меня остался откуда же куда они делись из клика значит почему они исчезли из клика эти акции и значит я смотрю так думаю ну хорошо как как делают программисты все перезагрузить компьютер я перезагрузил компьютер зашел с другого сервера ничего не изменилось так думаю хорошо дальше у меня какая еще мысль смотрите я думаю что так значит акции пфайцер подпрыгнули в цене и кто-то решил их шорт открыть то есть как бы открыть позицию шорт по акциям файцер и брокер взял и отдал мои акции кому-то в долг это операция вполне допустимо она возможно у меня стоит галочка о том что брокер имеет право дать мои акции кому-то в долг и за это я получаю какой-то процент потому что брокер когда дает акции в долг там берется с того человека за каждый день долг и вот я думаю может быть так но дальше у меня мысль если мои акции брокер кому-то дал в долг они не должны во-первых исчезнуть из квика потому что брокер имеет право дать акции в долг но это никак не ограничивает мои права на владение этими акциями то есть я в любой момент могу их продать а в данный момент я их не обнаруживаю то есть думаю что то здесь не то дальше я вспоминаю что ну вроде бы на спб и вообще отсутствует возможность открытия шартовых позиций может быть она появилась думаю но ну продать то их могу если они у меня есть если их не продавал то их могу то есть но брокер как-то перезаймет их у кого-то еще и отдаст мне вот ну я уже как-то поспокойнее думаем так ну надо же докопаться до конца я звоню службу техподдержки отвечает девушка я говорю вот так и так акции компании fighter куда-то исчезли но девушка достаточно грамотно она знать что за компанией это крупнейшая фармацевтическая компания сша и она почему-то и называет физер вот физер и говорит ну хорошо я сейчас разберусь честно говоря не быть не знаю почему сейчас попытаюсь разобраться но пока она разбирается по поводу произношения смотрите ну fighter это крупнейшая американская фармацевтическая компания так она американская то на английский манер надо читать наверно fighter вот но так как сочетание звуков pf в начале это чисто из немецкого языка я понимаю что название этой компании происходит от немецкого от немецкой фамилии и если на немецком языке читать это будет читаться как физер поэтому вот как произносить я не знаю я произношу fighter на английский манер потому что ну скорее всего в америке она так и произносится вот ну и так а значит девушка мне перезванивает говорит вы знаете с компанией fighter ситуация такая там корпоративные действия и они просто сейчас сняты с торгов ничего страшного они появятся а что за корпоративное действие смотрите на сайте и вот это вот самое интересное смотрите что происходит дальше я захожу на открываю браузер и вижу что мне пришло письмо от открытие брокер я просто его не заметил важная информация для владельцев акции pfizer и милан н.в. вот и тут вообще такие события разворачиваются смотрите корпорация pfizer это крупнейшая фармацевтическая компания она огромна это целая империя и она настолько большая настолько крупная что ну как бы теряет уже как бы возможность управления вся всеми частями и я где-то читал когда ее еще покупал что там есть проблемы вот такие организационного характера и что они когда-то должны решиться потому что там компания хочет там разделиться отделить какой-то бизнес и так далее так вот связи с корпоративным действием в отношении обыкновенных акций pfizer и милан пауа санкт-петербургская биржа планирует запретить подачу заявок и ограничить возможность заключения договор договоров в отношении обыкновенных акций мил с 10 ноября 2020 года включительно с 10 ноября не будет возможности выставлять заявки по бумагам милан и pfizer 29 июля 2019 года то есть давным давно уже между компании pfizer ее дочерней компанией об джойн было заключено соглашение о разделении и распределении на и одновременно с этим между pfizer об джойн и милан было заключено соглашение об объединении бизнеса то есть там вот этой вот сложности которые давным давно а я этой компании уже владею больше года идет вот это вот разрешение по условиям соглашения pfizer инкорпорейтед передает часть своего бизнеса компании об джойн для ее дальнейшего объединения с милан таким образом акции милан нв будут обменены на акции новой компании веатрис инкорпорейтед и в скором времени начнут торговаться на бирже nasdaq то есть создается новая компания веатрис вот владельцы компа акций pfizer получат дополнительные акции веатрис инкорпорейтед которые будут зачислены после завершения корпоративного события с учетом сроков его обработки депозитариями то есть вот так акции pfizer будут доступны для торгов после завершения корпоративного события с учетом сроков его обработки депозитариями точно информации о сроках пока нет но сухой остаток какой владельцы акций компании pfizer получат акции компании вновь созданной веатрис в дополнительно на и вот акции компании вот этой веатрис они будут распределены между акционерами компании milan и акционерами компании pfizer в соотношении 47 на 53 то есть 47 процентов акций веатрис отойдут владельцам акционерам компании pfizer и 53 процента вновь созданной компании перейдут бывшим акционерам компании milan при этом компания milan просто прекращает свое существование и она становится компанией веатрис вновь созданной ну а у меня появляются компании акции компании веатрис или не появляются а вот там 47 и 53 это определено а по какой цене эти акции появятся у меня вот а вот эту цену решено поставить по результатам торгов как раз вот по моему в пятницу 13 то есть они еще решали как-то вот и и поэтому они прекратили вот эти торги то есть как бы вот но считает как бы курс доллара да а здесь курс акций на какую-то дату и соответственно вот это сказать курс фиксируется дальше горит 47 53 и значит владельцам акции компании pfizer ну перечисляются либо акции компании веатрис либо деньги вот в этом соотношении по курсу вот так вот все сложно но когда я прикинул он там давайте посмотрим сейчас уже все все устаканилось уже акции компании pfizer у меня появились вот они тридцать девять целых девятнадцать сотых доллара за штуку и через какое-то время у меня появится акции либо акции компании веатрис либо деньги свободные появятся и эти деньги будут соответствовать стоимости вот этих акций ну скорее всего будет может быть одна акция и какой-то какая-то сумма денег то есть ничего страшного не происходит никуда акции не исчезают происходит вот иногда такие вещи но вот настолько сложная комбинация это впервые я надеюсь что компания pfizer ну за счет оптимизации цепочек административных начнет как-то более эффективно работать ну и все так предполагали в общем то вот компания крупнейшая конечно же ей ничего не грозит и я регулярно получаю дивиденды от этой компании и скакнул весь рынок вообще весь но что еще могу сказать что компания pfizer работает в кооперации с компанией или лили которая ну сеть клиник в том числе вот и они тоже скакнули очень сильно тиньков групп который я искал тоже скакнул очень сильно тата моторс тоже подросла из событий еще могу сказать что на здорово подрос мэйсис вот и надо было его наверно здесь продать но не продал я вот эта сеть американских гипермаркетов есть надежда что рынок откроется и все будет хорошо поэтому он вырос но согласитесь рост с ну вот семи долларов за акцию до восьми это достаточно большой рост в моменте вот но и принципе все выросло и еще и событий по поводу коронавируса вы знаете что у нас в россии коронавирус тоже разработана вакцина от коронавируса вы знаете что это вектор 5 ой спутник 5 спутник в спутник в спутник в и вот и вот из событий кто будет производить эти эту вакцину эту вакцину будет производить компания которая в год входит в группу система и но у меня давно уже взятым на акции компании системы вы видите по 115 с чем-то ой система вот она система вот она система они у меня куплены по 12 целых шестьдесят три сотых рубля за штуку сейчас они выросли тридцать две целых двадцать три сотых рубля за штуку то есть более чем в два раза акции системы подпрыгнули туда же входит еще насколько я помню там доля в озон и ну там много чего поэтому я с радостью обнаружил что выросли акции компании системы а это было кто на что я впервые в первоначально показывал распадская которая тоже очень здорово подпрыгнула внезапно почему но я пока не разбирался мне это вот ну как бы я был поглощен файтером на что у нас тут поле металла тоже в хорошем плюсе но сейчас небольшое охлаждение золотом даже газпром подрос яндекс очень здорово подрос сургут нефти газ при ефе тоже подросли все выросло друзья мои все акции по выросли так что ну как бы похоже такое впечатление что кризиса не будет бабло побеждает зло в том числе и даже в россии потому что и у нас деньги печатаются и они направляются на фондовый рынок количество брокерских счетов открывается все больше и больше люди покупают акции и и вообще все хорошо еще из событий помните я рассказывал недавно про то что я приобрел облигацию открытие брокер на small cap это акции малой капитализации то есть это биржевая структурная облигация который будет торговаться на бирже я про нее недавно рассказывал и на 100 тысяч рублей я ее приобрел оно было размещение вот вот она у меня здесь 100 тысяч рублей 100 облигаций они считаются 1000 рублей за штуку в принципе они торгуются что это такое но что это такое я рассказывал я начал копаться в общем то базовый актив на который опираются это биржевая структурная облигация это фонд индекс который ведется компания соседей general и соседей general your strong balance sheet beta hedged индекс вот ну то есть туда входят акции американских компаний с очень хорошими фундаментальными показателями так как я фундаментальном вопросе не очень силен я решила но положиться на вот этот вот фонд и и по условиям биржевая структурная облигация должна опережать вот этот индекс в одну целую восемь десятых раза рост этого индекса но я считаю что это хорошее вложение денег там на пять лет вот и ну вот я нашел график на соседей general и я смотрю теперь буду за ним просто следить насколько растет это моя облигация вот она вот ее тик на блумберге вот на биржах она не зарегистрирована calculated by sgx то есть соседей general ну и здесь написано и механизм и так далее я почитал все это но надо было наверно почитать до того как ну почитал на русском языке презентацию а здесь вот французы пишут соседей general ну буду смотреть за первоисточником вот такой рост был с 2000 какого там девятого года этого индекса я так понимаю что значит вот это теоретический рост а вот это красным он уже практически то есть когда индекс был открыт и ну в одну целую восемь десятых опередить индекс это очень неплохо поэтому я считаю что это хорошая инвестиция вот если вы что то не поняли что это такое я отсылаю вас к тому видео которое было про эту облигацию вот ну а сейчас поставьте пожалуйста лайк подписочка и до встречи с вами был Демятков Юрий а в росте и стоя на